Привет, друзья! С вами Владимир Шемет и я с семьей отправляюсь в новое путешествие. Так что подписывайтесь на канал и погнали вместе с нами! Ну и конечно, как же, друзья, не обойтись без Дьюти Фри? Давайте посмотрим, что здесь есть. Времени у нас немного. Друзья, меня попросили привезти пару бутылочек Немиров Оригинал Литровый, поэтому быстренько покупаем и идем на посадку. Кстати, сейчас акция вместо 4 евро 3,2 евро за одну бутылочку Немиров Оригинал Литровый. Друзья, а вот с вискарем, конечно, что-то здесь непорядок. Джек Дэниелс нету, Red Label нету. Есть какой-то виски, я не помню какой, от 42 евро за бутылочку. А курилка так, друзья, до сих пор и не заработала. Не знаю, как это надолго, возможно, до конца карантина, но полтора месяца назад я летел уже в Турцию, она не работала и до сих пор не работает. Друзья, все как-то так долго этот раз проходило. Мы, я не скажу, что опоздали как бы на регистрацию, но почему-то мы приехали в 12 часов ночи и были последними. Очень долго проходила регистрация, иногда такое бывает. В общем, идем в самолет занимать наши места. Друзья, я думаю, вы уже поняли, где мы летим. Но если кто-то не понял, летим мы в Шарм-эль-Шейх на отдых в Египет. Это будет не совсем путешествие, потому что мы летим с детьми в один из лучших отелей для отдыха с детьми. Что за отель, я вам расскажу немножко в другом видео. А в этом видео хочу сказать то, что, в принципе, у меня на канале есть туториал первый полет на самолете, что делать в аэропорту. Собственно говоря, никаких особых изменений не было. За исключением того, что на входе стандартно меряют температуру. И необходимо, конечно же, одевать маску и в аэропорту, и в самом самолете. Кстати, при регистрации на рейс у нас проверяли тесты. Тесты. Тесты просили с оригинальной мокрой печатью. Тесты ПЦР о том, что мы здоровы и не болеем коронавирусом. Это для того, что если, допустим, туристы не сдали эти тесты, то их в самолете садят в самом конце. И, соответственно, туристам по прилету в аэропорт Шарм-эль-Шейх нужно будет заплатить 30 долларов и пройти эти ПЦР-тесты. Но я это крайне не рекомендую делать. И об этом всем я расскажу вам в другом моем видео. Дальше. О перелете, самолете и авиакомпании. Значит, вылет у нас был из Харькова в 2 часа ночи. Это один из самых выгодных вылетов в плане продолжительности тура. Но он, как правило, идет дороже. Потому что спрос на время вылетов в 2 часа ночи, как правило, больше. И, соответственно, цена на такие туры поднимается быстрее, чем на туры с дневным вылетом. Хотя, с другой стороны, в таких ночных вылетах есть и свои недостатки. Особенно, если вы летите с детьми и если вы нервный человек. Дальше. Авиакомпания, на которой мы летели, называется Adur Air Украина. Если вкратце по авиакомпании и по основным ее нюансам, по задержкам. Крайне редко, но иногда такие нюансы бывают в этой авиакомпании. В принципе, как и во всех других авиакомпаниях. Что касается переносов, это явление крайне редкое для этой авиакомпании. Но, тем не менее, при смене сезонов, такое тоже происходит. Ну, в нашем случае, вылет произошел вовремя. То есть, в принципе, придраться не к чему. Самолет, на котором мы летели, это Boeing 737-800. Собственно говоря, и весь авиафлот авиакомпании Adur Air Украины состоит только из Boeing. У нас это Boeing 737-800. Возраст нашего самолета 17 лет на 189 кресел. Но, кроме этого самолета, у Adur Air Украины есть еще два Boeing этой серии. Которым одному почти 22 года, а еще одному 20,5 лет. И тоже эти самолеты иногда летают по этому расписанию. Но, с другой стороны, особой разницы в самолете вы не почувствуете. Потому что визуально, да и внутри, они практически все одинаковые. По комфортности самого посадочного места, если взять человека моей комплектации. То есть, рост примерно 1,76 метра, вес 70 килограмм. Посадочное место вполне комфортное, если это касается перелета продолжительностью 4-5 часов. То есть, есть куда ноги деть. Ну и, в принципе, стандартное кресло. То есть, для перелета в Египет это вполне нормальный, стандартный вариант. Которым летает большинство туристов из Украины на отдых в Египте, в Шарм-эль-Шейхе. В общем, это был вступительный ролик по нашей поездке в Шарм-эль-Шейхе. Друзья, я отснял для вас много полезной информации, материалов, подсказок, советов для туристов, которые собираются на отдых в Египет. А именно, конкретно в Шарм-эль-Шейхе. Я сделал для вас много обзоров, много различных видео с потрясающим подводным миром этого Красного моря. Я отснял для вас уникальные видеокадры и подготовил для вас очень полезную и важную информацию, если вы собираетесь на отдых в Шарм-эль-Шейхе. И нужно это все знать и понимать, что в Шарм-эль-Шейхе можно отдыхать классно и комфортно и красиво. Но, тем не менее, подводный мир этого места не только красивый, он и достаточно опасный. И об этом всем я вам расскажу и покажу в моих видеообзорах. Так что, друзья, на этой прекрасной ноте заканчиваю это видео. Подписывайтесь на мой канал. Кнопочка подписаться внизу под этим видео. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои видеообзоры с полезной для вас информацией. Ну и смотрите мои видео и тогда все ваши путешествия будут только с самыми лучшими впечатлениями. До новых встреч. Пока-пока.